Африканскую республику. Уже одна путевка вот в этих стыковых играх нашла своего хозяина. Сборная Греции обыграла команду Украины. Регулярно выступающий за основной состав. Навесная подача не проходит она и французы устремляются вперед. Это Жиньяк пришел в штрафную помочь своим товарищам. Ведет борьбу очень удачно. Внешней стороной здорово отдает пас в контратаке сборной Франции. Пас направо. Еще одно касание и удар по воротам. Все замечательно было. Красивая контратака. Ничего. И Анри был на ее остре. Значит, для рис в воротах первый номер сборной Франции. Вы смотрите этот повтор, который мы, в общем-то, так в темпе хорошем на калях замечательном разобрали. И вот смотрите, как Анри... Навес. Это попытка удара по воротам. Еще одна попытка выше ворот. Помешали правду. То здесь, в общем-то, без ущерба для любой позиции. Любой другой запасом мог появиться. И это было бы правильно тоже. Это удар по воротам и снова угловой. В этом матче очевидно отсюда вот эта теснота на любом участке поля, там, где находится мяч. Атака. Лоуренс навешивает на противоположный фланг. Ну, понятно, чуть повыше, наверное, бы не дотянулся и к своему назад. А дальше вперед. Здесь офсайд. Оффсайда нет. В атаке ирландцы. Пас назад по диагонали. И будет удар по воротам. Нет, там друг другу, по сути дела, футболисты ирландской команды помешали. Одиннадцатый номер. Это даф. Атака ирландцев продолжается. Опасный момент. Браво, Ларис. Браво. Очень смело сыграл парень. Очень защищающийся команды. В частности, вот эти все навесы идут. Он все время закручивает мяч по уходящей траектории. В ответе сборная Ирландии. А хорошая игра. И напряженная, и по качеству тоже ничего. Ой-ой-ой, какой момент. А? Не подтолкни слегка. Смотрите, Лорус навешивает. Дойл головой бьет. И чуть-чуть руку выставил пятый номер Голлас. И до конца не дал возможности девятому номеру. Дойлу как следует. Уши бьет вперед. И пас. Правильно сыграл Эндрюс Центр. А вот туда дафу дафу, тогда ждет быстрее. А еще с левой стороны подтягивается защитник. Что-то это значит. Отдаф нарезает по левому флангу. Успевает пас назад. Отдать удар. 1-0 в пользу Робикина. Блестяще разыгранная комбинация. Не без нашей, между прочим, подсказки. Мы его попросили. Отдай туда налево. В конечном счете дафу. Пас последовал. Левый защитник создал напряжение своим прорывом и усилением атаки. А попросту без затей во времена Олега Ивановича Робикина. Тот понял. Последовала передача. И задумался Зинедин Зидан. А что будет дальше? И вот, смотрите. Ну, класс, а! Смотрите, как почти не глядя на чутье. Даже у него голова была повернута у Дамьена Дафа туда, куда-то в сторону. Но это объяснялось вот тем самым крайне непростым движением. 1-0, но еще не вечером. Понятное дело, это удар с дальней дистанции. В пользу Ирландцев 1-1 по сумме двух встреч. В атаке Санья. Короткий пас. Очень хороший удар поворотом левой. Замечательная тоже атака. Уже вторая так принесла. Там Анри в штрафной площади. Двое. Жиньяк Анри. Ударчик слабенький такой. Ну, есть уже. Ну-ка, покажите. Уэланд. Удар поворота. Мяч улетает за пределы поля. Он бил поворотом. Ну-ка. Не успел подставить голову. Смотрите, ударчик. Ничего так получился. Мяч болтается в воздухе на подлете. На отдых. Какой красавец стадион. Стаде Франс. Так, защитники пришли тоже в штрафную площадь. Вот навесная подача на дальний угол. И удар поворотом. Сильный. Может быть, чуточку надо. Очень здорово сыграл защитник. В броске отбил мяч. Это голевой момент. И вот сейчас контратака французов. Все может быть. Удар, правда, никудышный. И мяч улетает за пределы. Эвра пошел вперед. Удар с дальней дистанции. Прямо в руки Гивина. Поэтому ему и вроде бы не удается сдерживать атаки. Это пас. Замечательный корпус. Ставь. Ставь корпус. Сай-яй-яй. 2-0. Не забил тебе. Забьют. В обратную сторону. И вот момент. И едва в эти ворота не влетает мяч после прорыва Андрея. Вот такой футбол. Классных два эпизода. Контратака. Разрыв между обороной. Хабеками. У ирландца очень большой. Эти здорово остановил мяч. Лаздера. Переводит на центр. Удар поворотом. Гуркюф. Ганри. Штрафной удар. Толпа в штрафной. Навес. Где-то тут немножечко подзаблудился. Где-то он должен быть с правой стороны. Наверное, я так думаю. А может быть сместил сейчас центр. Атака через Санья. Это опасный момент. Великолепный. Ковой. Малого видели. Очень хорошие ботинки. Опасный момент. Забивать надо. Ну, ой. Второй дохлый момент. Уже под острым углом. Вот раз. Второй. Для ну на вратаря. Где? Обыгрывает. И ничь. Гуркюф пасует по центру. Опасный момент. Внимание. Двое и гибен. Там защитники пока справляются с всеми. этими делами. Да. Ну вот беседа за жизнь. Анри, Гуркюф, Диара. И... Согласен с судьей. Ой, какая ошибка. Ну-ка, удар поворота. А! И свалился мяч с ноги. Робики. Я очень уважаю этого парня. Мужик. Пешка была обусловлена тем, что его преследовали уже. И на перерез бросался игрок. Он это все видел прекрасно. Чуть-чуть не дошел. Тузы. Атакует. Пас налево. Опасный момент. Внимание. Вау! Ну что это такое? Ну это же не класс. Анялька. Как же так? Ну мяч, правда, подпрыгнул в последнюю долю секунды. Это извиняет в известной степени. Но только с натяжкой, откровенно говоря. Все, видите, показывает нам Бензима. Почему игнорирует. Гал ушел на левый край. Против него Лоуренс и Макшейн. Ну-ка. Нет. На замате не подает. Вынужден назад. Еще может быть что-то получится у француза. Нельзя отдавать, потому что там Анялька был в офсаде. Пас в штрафную. Дальше еще передача. И гиб. Основное время закончилось. Один. Франция или Ирландия. Украина уже отдыхает. Будет смотреть чемпионат мира по телевизору. А греки поедут. В сторону можно отпасовать мяч. Если уж будет петля. И некуда будет отдавать по центру. Так и произошло. Евра. Партнеру. Тут поперек. Анялька будет бить поворотом. Ударчик у него смачный. И бьет он, кстати, очень резко и почти без замаха. Но партнер мяч потерял. С точки зрения арбитр все было по правилам. А вот сейчас Гивен выходит. Цепляет игрока. Тот падает. А что же? Анялька в недоумении. И что? Пенальти? Ну-ка, смотрите. Вот так, конечно же, зацепил, наверное, все-таки. Глядит за ногами соперника. Контролирует мяч чуть емко. Евра навешивает. Опасный момент. Удар поворотом. Гол. Нет. Судья поднял флажок. Мяч не засчитан. Мог, пожалуйста. Так, ну-ка, смотрим. Стопроцентный офсайт. Арбитр на линии прав. Удар из штрафной площади. Гву вышел на замену. Да, так я же обещал им составы. Пожалуйста, ирландцы Ильюрис. Пока штрафной удар. Малуда бьет, навешивает штрафную. И французы забивают. Хансен показывает на центр. Это Анри. 2-1 по сумме двух встреч. Французы восстановили равновесие. Что-то не разобрались там парни в обороне. Меня их хвалил. Игроков ирландской команды. А тут взявнули. Так, кто же забил? Все-таки в этой толчье. А что творится на стадионе? Так, Гивен пошел к арбитру. Выяснять отношения. Там же полевой игрок. Ну-ка, что дальше? Дальше что? Дальше. Это очень интересно. Очень интересно. Это Галас. 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 Центральный защитник. Ну-ка, смотрите. Момент удара. Оффсайт. Ну-ка, куда мяч опускается? Мяч как раз опускался вот на того игрока, которого и определили, что он во всаде. 17 номер. Это был Скилачи. А потом уже Анри вдоль ворот, а Галас забил мяч головой. Вот эта игра. Плюс еще игра рукой со стороны Анри. Два раза нарушение правил. Анри, вы не дожди. По сумме двух стреч, 2-1 пользу Француза проигрывает в этом конкретном матче. Удар и угловой. И готов ли был махнуть офсайт, но так как Гивен с мячом, то он этого не сделал. В общем-то, по большому счету, все правильно было. Альвир Флой, да. Нет, Гивен побежал. Вратарь тоже побежал в штрафную площадь. Забейте, ребят. Я вас умоляю. Забейте. Мяч в поле. Ну, какой уверенный брат. За пределы поля. Это спорно. Может быть, я и предвзят. Соглашусь с вами. Удовый мог забить. Намахнул мимо только лишь потому, что Гивен вышел и бросился в ноги. И так. Вот Анелька хорошо сыграл. Так же, как сыграл Даб. Когда Робикин забил и открыл счет. Но тут вратарь помешал. Минуту добавил арбитр. И она, собственно говоря, уже истекла. Публике не важно, что там произошло, когда забили французов. Им важен результат. Все. Уважаемые телезрители. Простите меня, я закончу. Вы понимаете меня прекрасно, почему. И всего вам самого доброго. С благодарностью своим друзьям за работу. А вам за внимание. Всего хорошего. Уважаемые телезрители. Уважаемые телезрители. Ай, так оно что.